Банк Англии Цветов и достоинств, как и люди Мы немного потратимся в ближайшие два часа К счастью, у меня их предостаточно Так что хватит на всех Если хочешь, на, пожалуйста На, держи Решайся побыстрее Если хочешь В любое время Я дам тебе это, только поторопись Потому что это предложение не вечно Кажется, ты говоришь, что это какая-то уловка Неужели ты пройдешь мимо простака и его денег? Если хочешь, пожалуйста На, бери Но поторопись, потому что время на исходе Субтитры сделал DimaTorzok Эй, эй, не спать на газоне В нашем парке запрещено спать на газоне Ладно, ладно А ну пошел Пошел отсюда Запрещено Запрещено Да отстаньте от меня Веселые деньки Я говорил себе Я сам хозяин Своей судьбы Но я жил в тех краях Где не светит солнце Моя жизнь Слишком коротка Чтобы ждать Пока выглянет солнце Поэтому я знаю Что нужно просто жить дальше Жить Чтоб дожить до завтра Чувачки ты напилил Это от солнца Глаза болят А ну пошел вон из моего парка Матай в свой паб Пьянчуга Сэр Гай Грант Королевский советник Кавалер ордена Британской империи Кавалер ордена Британской империи Кавалер ордена Британской империи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сюда, дорогие, вам понравится В ролях Изабел Джинс, Каролайн Блекистон, Уилфред Хайт-Уайт А также Ричард Аттенборо, Лоренс Харви, Леонард Фрей Живете неподалеку? Ага, в парке Что, правда? Ну да, в парке Сценарий Терри Саузерн и Джозеф Макград По книге Терри Саузерна У вас есть работа? Композитор и дирижер Кен Торн Песня «Приди и возьми» Пол Маккартни Я что, напугал вас? Мне пора Я пошел Ну постойте же Режиссер Джозеф Макград Отстаньте от меня Да не бойтесь вы, не уходите Можно я немного пройдусь с вами? Вы не против? Я всегда мечтал усыновить кого-нибудь Надпись на наклейке Просто мы выбрали Мерседес Мерседес Ну что ж Янгман Грэнд Отец Мерседес Мерседес Спасибо, Панчес Спасибо за костюмчик Очень симпатичный Да, не за что, Янгман Всегда пожалуйста Нужно выглядеть достойно, когда изучаешь эффекты влияния денег На искусство и на господ театралов Вы, господа О встрече их судить О встрече их судить Спасибо, Джеф Не переживайте, тут только началось Розенкранс и Гильденстерн только что куда-то свалили Привет, Гай Вы опоздали уже третий акт Вы чуть не пропустили самое интересное Вертолет задержали Тем более, что эту часть я знаю И да, сейчас будет самое интересное Быть А я это уже видел Или не быть Шекспир, я угадал Верно Самую точку Что благородней Покоряться Покоряться прощам и стрелам Яростной судьбы Или ополчать на море смут Сразить их Противоборством И Умереть Уснуть И Только Агнес Эстер Хочу познакомить вас Со свежеусыновленным сыном Янгманом Янгман, это мои сестры Агнес Эстер Твои тетушки Как поживаете? Здравствуйте Привет, тетушка Умереть Уснуть И видеть сны быть может Ну вот в чем трудность Какие сны Приснятся в смертном сне Когда мы сбросим Этот бренный шум Вот что сбивает нас Вот где причина Кажется мы слишком сильно шумим Кто снес бы плети И времени глумления Гнет сильного Насмешку гордеца А этот малый Мне нравится все больше и больше Тинимые безропотные заслуги Когда бы он сам Мог дать себе расчет Голым Голым Клинком Бац Следует отдать должное Этому Лоренсу Харви Он и впрямь знает свое ремесло Основной неотъемлемый принцип нашей работы Это безупречность квалификаций И послужного списка Нанятых нами работников Каждый должен быть лучшим В своем деле В противном случае Иначе это было бы просто Шарлатанством Так а в чем конкретно заключается наша работа Подобрать определение Куда сложнее Чем кажется на первый взгляд Очень непросто Взгляни на город Он точно-точно поминает то место Где я родился Совершенно верно То же самое скажут Девять из десяти жителей планеты И знаешь что, Янгман? Некоторые из них Также скажут Что в их городах Есть магазинчики Весьма необычные бокалейные лавки Появляющиеся то там, то сям Под вывеской Новый владелец Новая ценовая политика Невероятная распродажа В честь открытия Распродающий товар По смехотворным Низким ценам И курева Сигареты не продаются Поскольку было убедительно доказано Что они вызывают рак Весь разлетается по округе И лишь немногим счастливчикам Удаются унести больше Чем они в состоянии унести Куда больше, как ты понимаешь Чем они в состоянии съесть Или сохранить Лавка быстро пустеет Становясь похожей На ту самую Обглоданную кость Опоздавшие находят Лишь закрытую дверь Заколоченные окна И новую вывеску Магазин переехал По новому адресу Но никаких указаний на то Где этот новый адрес находится Ну что ж, Панчес Если, конечно, это ваше настоящее имя Везите нас к вашему вождю Мы только что прикупили Одну компанию, сынок И вот ее совет директоров С нетерпением ожидает Когда же мы начнем работать Над ними Уинтроп Сэр Гай Когда я купил эту газету У нее был один из самых больших тиражей Среди воскресных газет Это была газета с большим сердцем Уинтроп Да, да, да И большим тиражом Да, да А теперь только взгляните на это Прочтите слух Он все-таки ее нашел Да, но вы сказали, сэр Гай Да, я помню, что я сказал Читайте Детективы опросили курортников Брайтон Ожер Дуи Что такое Ожер Дуи? Уинтроп Это что-то на лягушачьем Это по-французски значит Сегодня Мы, кажется, выпускаем английскую газету Уинтроп В связи с убийством В прошлое Меркреди Юной Фройлайн 29-летней девушки Чей обезображенный труп Прибила к берегу Скобки открываются Хи-хи-хи Скобки закрываются Читайте дальше, Уинтроп Мы напечатали свои извинения в газете, Сергей И на каком языке были написаны те извинения? На польском? Польском, да И когда же это прекратится? Это прекратится, Сергей Непременно Непременно, непременно, непременно Немедлен, манн Джентльмены Наша страна переживает большие перемены Да, точно, совершенно верно И любой, кто не способен этого понять Должен еще раз хорошенько подумать Здравый дзин и смысл подсказывают Что престиж Британского автомобиля Находится под серьезной угрозой Нависшей со стороны имиджа Крохотного автомобильчика мини Мы быстро превращаемся в страну Крохотных автомобильчиков И если вы еще не поняли Нация крохотных машинок Может в скором времени Стать нацией пигмеев Итак Совершенно ясно Что в высочайших интересах всей нации Мы обязаны Повороть Этот образ пигмейских машинок Наладив выпуск такого автомобиля Который кардинально противопоставит нас С точки зрения размеров Американским ковбойским редванам Блестяще, да При этом, однако, не принося в жертву Традиционные понятия о вкусе и функциональности Итак, джентльмены Позвольте вам представить С огромным удовольствием и гордостью Нового Великого британского Зевса Гай Грант и сын представляют Он пока еще, так сказать, на стадии проекта, джентльмены Но, как говорится, давайте поднимем флаг А там посмотрим, кто ему оцелютует Британский Зевс Разработан для человека с достоинством Не сидящего на месте И куда бы ни отправился наш человек Он всегда может взять с собой всех своих очаровательных спутниц Давайте-ка подумаем над рекламным лозунгом Уиндроп? Да Как насчет стремительный, как копье для больших мальчиков? Как насчет этого? Улучшенные технические характеристики Можно я? Давайте, Эндрон Сласть оттянись над своими телками на заднем сиденье Эндрон, попробуйте то же самое, но с американским акцентом Это и был американский акцент, эээ, сэр Бог мой Да что с вами такое? Вы, Джулс Создание этой мега-малышки Является грандиозным прорывом британского автомобилестроения Давайте-ка прервемся ненадолго Мне надо немного размяться Джентльмены, как вы знаете Фамильное древо одного отличного парня По имени Гай Грант Перестало плодоносить И несмотря на все наши с сестрами усилия Независимые друг от друга, разумеется Гранды так и не дали потомство Однако благодаря счастливому стечению обстоятельств Один или, возможно, два года назад Судьба свела меня с одним многообещающим юношей И знаете что, джентльмены? Позвольте сказать, что это была та самая любовь с первого взгляда Отцовская любовь, разумеется Так что, джентльмены, с огромным удовольствием и гордостью Я представляю вас своему единственному сыну и потомку Янгману Гранду Эсквайру Здрасте Он такой славный парень Он такой славный парень Хвала славному Гранду Хвалу поем все мы Спасибо, спасибо, спасибо Вы все славные ребята, спасибо И ты тоже, Гай Да, благодарю И если я правильно помню Вы существа мыслящие К сожалению, этот факт не всегда отражается в квартальных отчетах Как бы то ни было, джентльмены Позвольте процитировать покойного великого Руди Кипплинга Да, пускай за меня скажет Кипплинг Одна юная леди из Эксетера Похотливых парней огорошив Им назло прилегла Нагишом А ее попугай-извращенец Покрывал ее, остервенела Джентльмены Возьмите подписанные вашими фамилиями конверты у Джеффа Пожалуйста, не вскрывайте их, пока не выйдете из вагона Внутри вы найдете приличествующее месячное жалование Карту с указанием вашего текущего местонахождения И подборку отличных рекомендаций для вашего следующего работодателя Пожалуйста, при выходе оставьте на столе ваши цветки и карандаши Спасибо Прошу тебя, больше не дергай, так стоп кран Привет, девочки А, вот это и Гай Он такой всегда занятой Да уж, наш Гай вечно чем-то занят Мы как раз собирались пить чай, дорогой Присоединяйся к нам Янгман, присоединяйся к нам, это и Это же чертова Северная Америка А что у вас? Не знаю, меня увольняли и раньше, но чтобы в Афганистане Ну что же ты, Гай? Ой, прости, дорогая, я думаю Здравствуйте, здравствуйте Ты как раз вовремя Эй, любезнейший Слышу, слышу, не все сразу по очереди Джинджер, дорогуша Кажется, мне больше подойдет твой мохнатый хот-дог Как это мило Скажи привет Гаю Скажи всем здравствуйте Здравствуйте, Агнес Здравствуйте, Эстер Скажи привет Джинджер, позволь представить нового сына Гая Янгмана Гранда Привет Очень приятно А это моя маленькая Битти Привет, Битти Гай А когда отправляется поезд? Не знаю Знаете, меня ждет мой знакомый сосисочник Он тут, прямо на платформе Ну так что, будешь покупать или нет? Не знаю, дорогуша Спроси у старшего по станции Интересно, а что это такое? Шелковистый Ваши волосы станут мягче, чем у младенца Это одно из наших недавних приобретений Джинджер Шелковистый Как написано здесь, он абсолютно гарантированно Сделает волосы мягче Чем у вашего малыша Потрясающая вещь Ты обязательно должна попробовать Попробуй Непременно попробуй Ой, спасибо Так, приятель, чего тебе? Не будешь ли ты так добр? Дать мне сосисочку в тесте, любезный? Так тебе сосисочку, да? Ага Ну что ж, раз сосисочку хочешь, тогда ты ее и получишь О, знаете, наконец-то вышла моя вторая книга о зверствах фашистов А знаете, что мы с Битцей хотим? Мы с Битцей мечтаем, чтобы все эти зверства начали применять к насильникам Ну да, к насильникам и все такое И к этому доктору Торндайку Что ты сказала, Джиндж? Неужто Билл Торндайк тоже оказался извращенцем? Да-да, это ты меня к нему направил Он вел себя очень странно Эй вы, сосисочка, лучку положить? Кто тут меня звал? Лука положить? Обожаю лучок, до смерти люблю Да, положите Да Кетчуп или горчицу? Не, а не то, не другое, спасибо Тогда с тебя девять пенсов Девять пенсов? Да, девять пенсов Не уходи никуда, дружище Сейчас принесу тебе девять английских пенсов А потом, когда я бежал с запрокинутой головой Он, не говоря ни слова, влил мне в рот второе яйцо Ну же, побыстрее там На, держи Да ты что, пятерку мне дал? Как же я тебе сдачу с пятерки-то дам? А ты уверена в том, что это было яйцо? Эй там, поезд уходит Нет у меня сдачи с пятерки Ну где ты там, старина А мне-то что с того, что поезд поехал? Нет у меня сдачи с чертовой пятерки А я хочу получить свою сдачу А знаете, что он сделал потом? Что, что? Он взял в руку такой огромный, мокрый, жирный кусок бекона И обернул его мне вокруг головы Ну ладно, тогда держи десятку Это что? Эти твою десятка Нет у меня сдачи с чертовой десятки Растак, держи обратно Сосисочку Не возьму я ее обратно Ты ее уже отпустил Погоди секунду Сынок, дай мне этот кейс Кейс Дай-ка хрюшку Она где-то там Да как же я ему сдачу дам? Пап, ты сегодня просто сразил их всех Знаешь, янгман, сынок, порой бывает недостаточно просто преподать урок Иногда необходимо и наказывать Немного старой доброй позы Позы в смысле нарочитости Да Взгляни-ка на вон того самодовольного господина Он сколотил миллион и теперь возомнил себя выше себе подобных Соль земли Именно Соль земли Полагаю, мы сможем вновь пробудить в нем веру в бренность сущего Первый класс Бог мой, да закройте же вы эту дверь Жутко сквозит Бог не знает Уж Themath Бог не знает Бог . Бог бы о religion Бог о зелене Бог не знает Они горят Бог Бог Давайте поприветствуем нашего особого гостя! Проводник! Проводник! Слушаю, сэр! Здесь, черт возьми, творится какой-то кошмар! Я уже сорок лет этим поездом езжу! Да что вы говорите! Ваши документы, пожалуйста! У меня билет первым классом! Да у уединга! А ну пройдемте! Что? Вперед! Пошел! Аухенгилен, станция Аухенгилен. Поезд прибывает с опозданием в 15 минут. Станция Аухенгилен. Давайте, вот так. Линкс, цвол! Левой, правой! Это же Джинджер! Что это с ее волосами? Она попробовала шелковистой. Такова цена тщеславию. В странные времена мы живем. Каждый из нас делает все возможное. Что тут еще скажешь? Ну, Гай! Да, дорогая. Все эти злые молодые люди. Они с нами. Им же, наверное, как-то можно помочь. Неужели ничего нельзя сделать? Не вижу ни единого тому препятствия. О, Генри! Рад видеть тебя, Гай. И вас, Агнес Эстер. Привет, Генри. Тот самый малый? Тот самый малый. Янгман? Принц Ренскин. Привет, принц. Привет, Янгман. Ботинки есть? Да. Тогда идем получать багаж. Идем, идем, идем. Когда нет ботинок, эти дороги могут быть очень опасными. О, смотрите-ка, легавый. Что ему здесь надо? Может, совпадение. А может, он просто нас преследует. Сергай! Здравствуйте, Капрал! Прошу прощения, что задерживаю. Штаб-квартира прислала депешу. Это может быть важным. Ах, вот как. Что ж, давайте взглянем, что там. Насчет завтрашнего вечера все по плану. Айк и Джо. А, отлично. Спасибо вам, Капрал. Премного благодарен. Да, Капрал. Будет ли ответ, Сергай? А вот Капрал. И приятного вам вечера. И вам тоже, Сергай. Честное, чистое гуманное убийство. Что может быть гуманнее охоты? Ну да-да, совершенно гуманно и безболезненно. Бум-бум, и всё. Гай, чёрт его побери. Просто славный парень. Славный парень и отличный стрелок, к тому же. И отличный парень. Хоть куда. Не то, что этот Айк Полфри. А что не так с Полфри? Как-то раз я его на охоту пригласил. А он подстрелил какого-то бегуна. Да неужели? Какой ужас? Точно. Этот несчастный пытался убежать от Айка. Да, те ещё времена настали. Никакого уважения к чёртовым спортсменам. Проклятие. Точно. Да, проклятие. Точно. Никакого уважения к традициям. Барри, что этот, чёрт побери, у тебя за ружьё? 24-й калибр. Ни больше, ни меньше. Что ж, симпатичная гаубица. Но лично я предпочитаю 12-й. Но не попаду в одного-двух фазанов, что с того? Зато, если нужно, уложу на месте любую дичь. Уложить на месте. Всё во имя гуманизма. Особенно, если она быстро бегает. Да, точно. Смотрите, похоже, собака взяла след. Гай. Да, Лайонн. Очень похоже, очень на то похоже. И всё-таки я бы не стал полагаться только на собак. Эй, что за... Ложись! А вот теперь настал черёд чистого гуманного убийства. Чёрт побери, промахнулся. Прямо над вами. Красный, один. Чёрт возьми, Гай. Что происходит? Христа ради, прекратите! Есть! Отличная стрельба, красный, один. Прямое попадание. Боже, правый. Ну вот, настоящее быстрое и гуманное убийство. Не так ли, Генри? Ваша дичь, Сергай. Лучшая стрельба, что я видел за 30 лет службы. Быть грандом грандиозно. А вот и твой новый дом, сынок. Спасибо, папа. Какое удачное место. Здесь так мило. Доброе утро, доброе утро. Здрасте. Просто фантастика. Глазам своим не верю. Неужто и церковь тоже тебе принадлежит? Да, здесь тебе будет хорошо. Предвкушаю отличные вечеринки. А у тебя ключ с собой? У кого ключ? Как же повезло Янгману. Какой очаровательный прием. Неужели вся эта прислуга наша? Они долго репетировали? Просто восхитительно. Пойдемте дальше. Отлично. Просто отлично. Это Сол. Добро пожаловать. И его невеста Клеманс. Здесь у нас миссис Эллингтон. Энджела. Марта. Мэри. Несбитер. Да, точно, Несбитер. Несбит. Энн. Беверли. И если память мне не изменяет... Норрис, сэр. Точно, Норрис, сэр. Он у нас старший садовник. Привет, Норрис. Леди, джентльмены, позвольте представить моего нового сына Янгмана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Папа! Не кажется ли тебе, что слова способны разрушить? Даже не знаю. Ну, давай проверим. Агнес? Да. Сосок. Ну, вроде немедленного физического влияния они не оказывают. Лично я не думаю, что слова способны как-то навредить, за что все осуждают тех, кто продает порнографическую литературу. Почему бы нам не написать грязную, непристойную порнографическую книгу, оставив пустыми места, где должны были быть непристойности? И пусть люди сами напишут то, что захотят. Это будет куда более увлекательно. Да, точно. Простор для самовыражения. Как насчет этого? Сгорающий от желания лорд Питер сорвал с нее, обнажив ее, а потом, воспалав не на шутку, ее. Блестящий малыш. Но зачем ограничиваться только порнографией? Как насчет Библии? Библия? Да, Библия. Леди и джентльмены, представляю вам святую книгу, которую вы можете улучшать, как хотите. Аминь. Пап, воспользуйся своим космическим пультом. Выставка Собак Крафт. Это Майкл Берретт. Со знаменитой выставки Собак Крафт. На ваших экранах мистер Мбонго. Сразу после инцидента. Собака ранее невиданной породы, если это, конечно, была собака, поразительно неудачно дебютировала на открывшемся сегодня шоу. Злополучный дебютант был кунгулесской черной собакой, которая была известна, вернее, зарегистрирована под кличкой Черная Жала. Это создание, скорее напоминающее представителей семейства кошачьих, было почти полностью скрыто накидкой, делающей ее похожей на пуделя. Когда ее владелец, мистер Мбонго из Масави, что в Западной Африке, вывел это существо на арену, а оно совершенно обезумело. И яростно атаковало других участников выставки. Сущий кошмар царил за кулисами шоу. Началась паника. По свидетельству очевидцев, существо попросту сожрало бесчисленное множество других собак. Это был Майкл Берретт. Оставайтесь с нами. Какая гадость, Сергай. Переключите это немедленно. Вот так гораздо лучше. Представить себе не могу, как такое могло случиться. На выставке Крафт. Прямое попадание в собор Святого Петра. Отлично, отлично. Прекрасный янгман. Увы, но с твоей куропаткой уже ничего нельзя сделать, Гай. Она сожжена дотла, что у нас на кухне обнаружилась некомпетентность, сестра. Но Гай, Гай. Повар сказал, что он уже получил ее в таком виде. Продолжаем, сынок. Только пепел и кости. Пепел и кости. В охотничьей сумке. Звучит неаппетитно. Что скажешь, янгман? Согласен, папа. Стреляй туда. Но, Гай, нам нужно что-то съесть. Я просто умираю от голода. Послушай же, Гай. Что? Что? Я умираю с голода. Весь мир помирает от голода. Значит так, сестра. Что ж, если, раз уж несносный повар испортил нашу дичь, почему бы нам всем не отправиться в Шейдуар? Где, если память мне не изменяет, честный трудяга все еще может получить свой йоркшерский пудинг. Шейдуар, отличное место. Что за чудная мысль? Можем ли мы разрешить наше разногласие мирным путем? Нет, сынок, ни за что. Будем биться до последнего собора. Добрый вечер, сэр Гай. Добрый вечер, сэр Гай. Все уже готово. Отлично. Сэр Гай, какая честь. Вздор, Эдуард, вздор. Я уже давно мечтаю повторить какой-нибудь из ваших гастрономических экзерсисов. Официант, официант. Вот столик, который вы заказали. Что ж, тогда не будем терять времени. Гай, разве ты не будешь ужинать с нами? Нет, дорогая Агнес. Увы, тогда я в настроении гурманствовать. Я просто обязан ужинать в одиночестве. Помните ли вы Шарля, сэр Гай? А, Шарль, Шарль. Как дела, сова? Наступление в Орденнах, верно? Сыграй нам что-нибудь старое, доброе. Обожаю старое, доброе. Я бы посоветовал вам икра. Да, Эдуард, мерси. Икра, икра, белуга, разумеется. Но, разумеется, никак иначе. Не сибелю, живо. А потом я бы советовал вам цыпленок а-ля перегодин. С трюфеля. Хм, трюфеля а-ля перегодин. Весьма заманчиво, Эдуард, но сегодня я в настроении испытать утятинку в вашем негодник исполнении. Конечно, конечно. А вы чего стоять? Быстро готовить утку а-ля-ля Гранч. Мало-маль, ле пюре из груши. Это всё? И всё, сету. Мерси. Сету. Отличный год. То, что нужно. Сергей Грант. Один из величайших гурманов. Ну, как вам ле вино, Сергей? Пробка сделана в 1947 году. Как и вино, Сергей. Какое редкое сочетание. Это славное бургундское заставляет бурлить все мои соки. Мерси, Сергей. Ля фартук. О, ля фартук, Эдуард. Уи, чтобы удобнее кушать. Ха, экстраординер. Впервые в Англии, Сергей. Ля кресла гастрономии. С ремень безопасности. Одобрено Министерство Де Транспорт. Какое любопытное новшество, Эдуард. Вот так, щёлк-щёлк. Кто бы мог подумать, щёлк-щёлк. Вот так-то лучшее. Быстро-быстро. Сергей, пора. Динэ. Да что тут такое происходит, Мерри? Эй, официант. А знаешь, Эдуард. Икра — это очень странная штука. Ею совершенно невозможно наесться. Тосты, Сергей. Даже не притронусь к ним. Немного лук. Немного яйцо. Перемешать а-ля ансамбль. Эта белуга просто прелестница. С такой красотой не сравнится и девственница. Сомелье? Подайте-ка, Ле Монтрашер. Да уж, сорок седьмой год. Ни с чем не спутаешь. Превосходно, превосходно. А вот и уточка. Обожаю утятинку. Молодая, сочная. Да, я непременно должен поговорить с шеф-поваром. Я хочу поговорить с шефом. Сергей желает парле с Джордж. Мои комплименты, шеф. Ме комплимент. Более мы его сегодня не увидим. Джентльмены, поприветствуем славного неудачника. Кусок дерьма. Ну, Гай, ты же обещал нам какой-то мюзикл. Минуточку. Улыбочку. Это же чемпионат, тетя Агнес. Айк Джонс против Джо Томпсона. Претендент до звания чемпиона Джо Томпсон только что поднялся на ринг. Он выглядит очень-очень бодро. Многотысячный зал оказывает ему весьма теплый прием. И каждый присутствующий задается вопросом, сможет ли наш претендент показать свой коронный удар. Мы, конечно, знаем, что он способен, но сможет ли? Вот в чем вопрос. Сумеет ли он продержаться достаточно долго, чтобы показать нам его? Добрый вечер. Добрый вечер. Может принести вам немного пирога? Старина Джефф. Последний из магикан. Человек старой закалки, верно? А теперь поприветствуем многократного чемпиона мира в тяжелом весе Айка Джонса. Вы только послушайте, как его встречает зал. Только послушайте. А теперь давайте вспомним послужной список этих крепких парней. Что-то мне подсказывает, что бой будет просто исключительным. Чемпион силен, спора нет. Я так думаю, Джо Томпсону вряд ли его одолеть. Так, Джефф? Конечно, сэр. За плечами обоих бойцов внушительный список побед. Наш чемпион вышел победителем в 30 из 78 боев. Его еще никогда не посылали в нокаут. Более того, его даже с ног никому сбить еще не удавалось. На его счету также множество наказаний за нарушения. Ай Джонс не из тех парней, кто рабеет на ринге. Если уж он бьется, то вкладывает в это всю душу. Достопочтимые милорды, леди и джентльмены. А сейчас главный бой этого вечера. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе. С призовым фондом, составляющим 15 тысяч фунтов стерлингов. Между тем, кого я представляю вам в этом углу ринга? Бойца из района Беттерси, Лондон. Чемпиона Великобритании и Британской империи. Джо Томпсон. И с превеликим удовольствием, впервые в Великобритании. Из Детройта, Соединенные Штаты Америки. Чемпион мира в тяжелом весе. Айк Джонс. И вот они уже в центре ринга. Получают последние инструкции от реферии. Оба бойца выглядят уверенными и расслабленными. Толпа гудит в ожидании того, что обещает быть неистовым, жестоким поединком между этими двумя гигантами бокса. Они возвращаются в свои углы. Ждем гонга. Ты ничего не ждешь. Прямые удары по центру. Внимательный, не пропусти слева. Удар гонга возвещает начало первого раунда этого невероятного поединка. За первенство в тяжелом весе. Бойцы кружат по рингу, внимательно следят за движениями противника, выказывая должное уважение смертельной силе удара, скрытой в перчатке противника. Ты просто сногсшибательный. Иди же ко мне. Ах ты мой пухлик. Один. Два. Гай, ну это же полный абсурд. Мне казалось, что они просто старые приятели. Публику, судя по всему, тошнит от отсутствия крови. Вот они, сынок. Темно-синие. Команда Оксфорда горячие и неудержимые. А куда они плывут, папа? Да никуда, в общем-то. Туда-сюда. Туда-сюда. Тренируются, оттачивают мастерство, как говорится. Практикуются перед большим соревнованием с Асами из Кембриджа. А вот и наш человек, с которым мы сейчас и переговорим. Команда. Тренируются, оттачивают мастерство. Я понял, что это очень сложно. Ну вот, дела сделаны и переделаны. Немного удивлен, что ты вообще ввязался в это. Ну, то есть эти гонки уже стали традицией и все такое. Что ж, сынок, когда идешь по жизненному пути, который иногда ассоциирует с дорогой из желтого кирпича, ты однажды понимаешь, что... Ага. А здрасте вам. А что случилось-то? Что это такое-то, сынок? Что это, по-твоему, за штука? Похоже на рекламку. Это как понимать? Эта машина оштрафована. Вам еще повезло, что ее не эвакуировали. А что это такое-то? Что здесь написано-то? Это? Это штрафная квитанция, которую я выписал вам за нарушение. А ну мой сынок-то думает, что это рекламка. Так, да? Что-что? Я думал, что это рекламка. Ага. А я-то не понимаю, что это такое. Не понимаю это. И все тут. А дело все в том, что вы правила нарушили. Вы нарушили правила дорожного движения. Вы припарковали... Идиотина! Припарковали машину в зоне погрузки. Вот в чем дело. А что за зона погрузки-то? Не вижу я никакой погрузки-то. Нету тут никакой... А что, по-вашему, эти парни делают с этими герметичными бочонками? Что я вас спрашиваю? Герметичные бочонки! Бочонки! А знаете-то, много лет назад-то, а я помню-то, можно было прикупить-то хорошие герметичные бочонки за пару фунтов-то. Пропустите. Сэр, дайте дорогу. Но штука-то в том, что они-то выгружают герметичные бочонки-то. Они загружают. Есть разница-то. Констебли. Нет никакой разницы. Нет никакой разницы. И не называйте меня констеблем. Я инспектор. Не сержант, а инспектор. Так что вы мне толкуете-то, инспектор? Нет, значит, никакой разницы-то. Между погрузкой и разгрузкой-то? Что это с ним? Похоже, совсем из ума парень выжил. Это мой... Ты где мозги потерял, а? Упражнение номер семь. Тихий вопль. Откройте глаза и рот так широко, как можете. Постарайтесь как можно шире растянуть мышцы и кожу лица. Как будто пытаетесь обозорвать лицо на мелкие кусочки. Эй, что тут такое происходит? Грант — это такая фамилия, а денежки — это такая игра. Ну что, сыграем? Сожмите лицо до предела и попытайтесь сделать так, чтобы оно исчезло вовсе. Позвольте, позвольте. Что вы сказали только что? Видите ли вы фоксимильное изображение Ее Величества? Боже, храни ее. Минуточку. Так что вы там сказали? Вот что я предлагаю-то. Если вы скушаете эту штрафную квитанцию, то за эту трапезу-то я вам дам пять сотен фунтов стерлингов. Эй, вы что это хотите сказать? То есть вы хотите сказать, что съесть эту бумажку? Ничего сложного. Просто кладете этот квиточек себе в рот, приятель, хорошенько прожевываете, а потом глотаете. А я даю вам вот эти пять сотен фунтов. Минуточку. Погодите-ка. Номер 12. Номер 12. Если вы сидите в машине, положите руки по бокам от руля и сожмите изо всех сил. Сочетайте с упражнениями тихий вопль и крошечное лицо. Тихий вопль. А теперь крошечное лицо. Послушайте-ка. Послушайте-ка. Эй. Так вы хотите сказать, что дадите мне пять сотен? Да, за то, что съедите эту квитанцию. Эту квитанцию, да. Предложение, как говорится, ограничено. Ограничено. Которое истекает через, скажем, ну не знаю, 10 секунд. Дайте. Ну, стало быть, 10. Да, 10 так 10. А можно еще быстрее. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. А пакетик есть необязательно. А да ничего, ничего. Я лишь хотел узнать, есть ли у вас своя цена, как и у большинства остальных. А всего хорошего, сэр. Я здесь. Я здесь по вторникам работаю. И чтобы этот парень слушался вас. Что там у тебя, сынок? Не хочешь поделиться с твоим папочкой? Только для достопочтенных, избранных новое слово в области океанских круизов. Чудо-христианин. Лайнер, оснащенный кондиционерами и контролем климата. В воскресенье на Пасху отправятся в свое первое плавание от моста Тауэр до Нью-Йорка. Начат прием к рассмотрению заявок от желающих стать пассажирами. Аукционный дом Собис. Тем, кому будет отказано в билетах на борт христианина, не следует воспринимать это как проявление неуважения. К сожалению, наши критерии могут не отвечать вашим ожиданиям. Что ж, желаю им удачи. Кстати, что это вообще значит? Наши критерии могут не отвечать вашим ожиданиям. Это чтобы не обидеть тех, кто могут быть не совсем, ну как бы... В высшем слое. А, понятно. Как предусмотрительно. Я слышал, что Дебра и Саймон подали заявление сегодня утром. Полагаю, они не очень расстроятся, если им... Сливками общества их вряд ли назовешь. Извините, вы часом не о Дебре и Саймоне Дебенджер? Да. О, вы правы. Крайне милые люди, но, увы, явно не столпы общества. Ну, разумеется. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне представляется, что первый рейс Чудо-христианина может стать настоящим событием культурной жизни в этом сезоне. О, вы правы. Дамы и господа, торги вот-вот откроются. Идем, дорогая. Есть у меня одно дельце, так что до скорого. Увидимся внутри. Хорошо. Если вы хотите, здесь оно будет. Возьмите, возьмите, возьмите. Но вы лучше hurry, потому что это будет хорошо. Вы лучше hurry, потому что это будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Простите. А это, часом, не... Рембрандт? Это возможно. Но эта картина еще не прошла экспертизу. Но, без сомнения, она написана кем-то из школы Рембрандта. Однако, она кошмарно темная. Ну, просто-таки низги не видно. Ну, ведь он же был мастером игры света и тени, не так ли? К тому же, картина немного в летах, так сказать. Простите. Мистер... Дагдейл. Так вот, Дагдейл, могу ли я поинтересоваться ценой этого образчика мастерства игры света и тени? Она будет продана через аукцион, и мы рассчитываем выручить за нее около 10 тысяч фунтов. А я готов дать за нее 15. Прошу прощения. 15 тысяч фунтов? Да. Знаете ли, боюсь, что у меня на этот счет есть инструкции. Принимать какие-либо в таком случае, мое последнее предложение будет 30 тысяч. 30 тысяч фунтов? Да. Ни хрена себе. Мне кажется, что я... Ну, так что, по рукам? Вот и славно. Отлично. А мне нравится школа Рембрандта. У него все классное. Мне вообще все французские живописцы нравятся. Ну, знаете, Рембрандт в каком-то смысле был скорее голландец. Но, разумеется, на его творчество оказало влияние... Голландец? Голландец. Да, Рембрандт. Не нравятся мне эти... ...голландские мозилы. Все, на что они способны... Попрошу. Да уж, попрошу вас. Видите себя, как подобает. Картина моя. Я плачу вам... ...30 тысяч фунтов за эту непонятного происхождения... ...копию с французского Рембрандта. Вот так. Восхитительный нос. 17 век. Запросто, может быть. Отличный нос. Оставим его себе. А остальное можете сжечь. Сжечь? Именно так. Если, конечно, у вас нет каких-нибудь еще... ...французских носов, кисти всяких... ...ван-дайков или... Нет. Что ж, тогда идем, Янгман. Нам пора на аукцион. А вы пока подыщите нам... ...ухо попристойнее. Мистер Джарад. Номер 133. В ваших каталогах, леди и джентльмены. Достоинство и герзость. Кисти Сэра Эдванса Лэнсии. Викторианская жанровая картина. Подобным полотнам не всегда воздается должное. Однако в последнее время они начали пользоваться спросом. Среди истинных ценителей искусства. Ни у кого в Бэттен Руш нет картин Лэнсии. Верно, дорогой. И цвета очень подходят к нашей гостиной. И размерчик подходящий. Что ж, тогда начнем с одной тысячи фунтов. Внимательно посмотри на то, как они себя ведут. Поднимать руку здесь совершенно дурной тон. Ага, ага. Три с половиной тысячи с наружной галереи. Четыре тысячи. Четыре с половиной. Пять тысяч. Леди и джентльмены, это, разумеется, не в правилах Содби призывать к поднятию ставок. Но пять тысяч за этот образец живописи Лэнсии, написанный на высоте его творческой карьеры, не соответствует... Боже, правый! Сесть тысяч. Сесть с половиной тысяч. Вот это самообладание. И опять с галереей. Семь тысяч. Семь тысяч пятьсот. Эй! Восемь тысяч. Восемь с... Девять тысяч. Одиннадцать. Одиннадцать с... Двенадцать тысяч. Тринадцать тысяч. Четырнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч. Стопу! Шестнадцать тысяч. Семнадцать тысяч. Да уйдите вы! Делайте ставку. Восемнадцать тысяч. Восемнадцать с половиной. Что скажете, сэр? Увы, эту ставку я перебить не в состоянии. Итак, Хаббард, пометьте, что картина продана старикашке-американцу. Продана! На старт! Добро пожаловать, леди и джентльмены. И добро пожаловать на великий спортивный праздник. Соревнование по гребле между Кембриджем и Оксфордом. И для тех, кто нас не видит, у нас сегодня отличная погода. Просто чудесная. Гребцы из Кембриджа только что появились на старте. И теперь мы уже ждем фаворитов, команду из Оксфорда. Так, ребятки, подойдите-ка все сюда поближе. Я бы хотел познакомить вас с сэром Гаем Грандом и его сыном Янгманом Грандом. Здравствуйте, сэр, и вам, ребята. Сэр Гай обратился к нам с весьма заманчивым предложением. Сэр Гай? Знаете, ребята, у нас появилась одна маленькая идея относительно предстоящих гонок. Да, и идея насчет того, чтобы сделать гонку в этом году, так сказать, немного поинтереснее. Команда Кембриджа уже выходит на стартовую позицию, а вот оксфордской команды что-то пока не видно. Итак, мы здесь, чтобы сделать вам очень любопытное предложение. Деньги предлагаем. Они пытаются нас подкупить. Господа! Совершенно верно. Оксфорд по-прежнему не выходит. Болельщики начинают не на шутку переживать. Все это крайне необычно. Полагаю, судьи есть что сказать на этот счет. Оксфорд, вы меня слышите? То есть вы предлагаете нам деньги, чтобы повлиять на исход гонки? Да, все верно. Полагаю, вам лучше уйти. Вы явно ошиблись. Тише, ребята. А вы должны немедленно нас покинуть. Вам следовало бы знать, сэр, что спортсмены Оксфорда абсолютно неподкупные. Точно, да. Но видите ли, в чем дело. Мы с сыном недавно поняли, что если сумма будет достаточно велика, такая как, например, эта. Так, джентльмены немедленно на старт. Итак, Оксфорд опоздал. На пять минут примерно. Вот как-то лучшее. Вообще-то это впервые в истории, чтобы какая-то команда когда-либо задержалась с выходом на старт. Приготовились. Внимание. Марш. Ура. Мы все-таки стартовали. Хоть и со значительным опозданием. И несмотря на довольно сильный встречный ветер, команды взяли хороший темп. Хорошо идет Кембридж. Да. Что скажете, Джон? Да-да, просто молодцы. Лучшая команда с тех пор, как мы уделали их в 1928. Да? Да. Тебя тогда еще не было. Ясное дело. Да-да, куда ему? Обе команды показывают отличный стиль и недюжинную подготовку. Но, похоже, Кембридж перехватывает инициативу. На уровне моста Хэмерсмит Кембридж опережает соперника почти на добрый корпус. Светлоголубые сегодня на высоте. Они задают тон гонки. Кажется, ты прав, пап. Что значит «кажется»? Они действительно задают тон. Ну, конечно, конечно. Мы-то с вами, Джон, знаем, что они тон задают. Простите его, бога ради, Джон. Он в этом деле новичок. Оно и видно. И раз. И раз. Кстати, а он вообще имеет право носить это кепи? То есть я хочу сказать, почему он не уносит. Чтобы голова не мерзла. А-а-а. Чтобы не мерзла. Вот шутник. А, ну да. И вот, пройдя половину дистанции, Кембридж по-прежнему лидирует. И скоро, надеюсь, мы узнаем, как Оксфорд ответит на этот вызов. Для этих ребят дело не в том, кто выиграет или проиграет. Или в том, кто сорвет овации. Это чистый спорт ради спорта. Так, по крайней мере, оно было на протяжении уже 140 лет. И так оно и будет сегодня здесь, на Темзе. И... Боже, Иисусе! Вот чему надо учить молодежь. Чертов паганец перекусил трос. Вернитесь на свою полосу. Кажется, темные синие сегодня решили поменять тактику пар. Не надо с ног. Не будем делать поспешных выводов. Они же сейчас врежутся. Бог мой! Вот дела. Сразу видно отличную подготовку. Что скажете, Джон? В мои времена такого не было. А вот в мои происходит. Похоже, светло-голубые утратили свой путь. И свой хваленый стиль. Не так ли, сынок? Добрые парни хотят помочь своим поверженным соперникам. Ой, смотрите, да они там вовсю дерутся. Как это омерзительно. В самом деле, да. Идите сюда, Джон. Просто отвратительные манеры. От этого кого угодно стошнит. Ага, да. Эй, Джон. Можно вас на секунду? Сделаем-ка фото на память. Благодарю вас. Просто омерзительное зрелище. Настоящий позор, а не гонка. Ах вы, чертовы студенты. Что там творится? Это против правил. Что это такое, я вас спрашиваю? Как вы допустили такое? У всех на слуху Здравствуйте, это Майкл Энн. Ура! И добро пожаловать на очередной выпуск «У всех на слуху». Сегодня... Сколько у нас уже? 24 на 25. Мы с вами уже наслышаны про фантастический корабль-чудо-христианин. И теперь я познакомлю вас с тем, кто ведет его в первое плавание. С капитаном Реджинальдом К. Клаусом. Добрый день, капитан. Добрый день. Присаживайтесь. Благодарю. Вам, сэр, не впервые возглавлять столь заслуженные команды. Но каково вам стать капитаном? Самого престижного корабля за всю историю мореплавания. Большая честь, разумеется. Да, это честь для меня. Вы испытываете, надо полагать, полное удовлетворение? Безусловно. «Чудо-христианин» — просто чудесный корабль. И что вы чувствуете в преддверии первого круиза? После 35 лет служения верой и правдой, королеве и морю, я еще никогда не ждал выхода в море с таким нетерпением. Вот так я бы сказал. Большое спасибо, капитан Клаус. Уверен, капитан Клаус не одинок в своих ощущениях, потому что много людей сегодня думают о первом рейсе «Чудо-христианина». И о тех счастливчиках, которым повезет настолько, чтобы стать пассажирами этого лайнера. Однако, разумеется, достопочтенным избранным придется порыться в карманах, чтобы выложить по 5000 фунтов за каждый билет. Судя по всему, сливки общества в эту Пасху можно будет найти только на борту «Чудо-христианина». Добрый вечер, это Лан Уикер от моста Тауэр в Лондоне. Откуда сегодня «Чудо-христианин», самый роскошный корабль, когда-либо отплывавший от этой пристани, вот-вот отправится в свой первый рейс в Новый Свет, в Нью-Йорк. Мы с вами здесь, чтобы увидеть прибытие и отбытие, без преувеличения элиты мирового общества. Мужчины и женщины, которые вершат судьбы целых наций. Сегодня они пассажиры «Чудо-христианина». Леди и джентльмены, мы имеем честь пригласить вас в морской зал на океанской палубе, где будет накрыт ужин. Капитан с нетерпением ждет случая поприветствовать вас на борту. Янгман, все в порядке. Лучше не бывает, папа. С вами капитан Клаус. Добро пожаловать на борт моего корабля. Сейчас я покажу вам наш курс. После того, как из Устья и Темзы мы выйдем в открытые воды, я возьму курс примерно 47 градусов к западу на северо-запад. Нас сегодня немного покачивает. Но благодаря гидростабилизаторам, я уверен, что вы и дальше не почувствуете качки. И так на протяжении всего нашего плавания, да. Вот тут у нас радар, стало быть. Фотоплоттер. Главный компас. А это наш, разумеется, штурвал. Приятные манеры. Очень успокаивает. Тут очень много разной автоматики, но я предпочитаю сам. По старинке. Знаем мы эти новомодные венья. Но я по-прежнему склонен обращаться со своим кораблем, как с женщиной. Оп, проклятый болван. Добро пожаловать на борт. Да. Добрый вечер. Гай Грант. Очень приятно. Майор Шропшир. Да-да, взаимно, майор. Хотел заметить, что среди команды очень мало, если они вообще есть, лиц не нашей... Цветных, словом. Ну, вы понимаете. Что? Черных, что ли? На христианине есть черные? Боже праведный. В чем дело, дорогой? У нас на борту эти кролики из джунглей. Кошмар. Черное и белое. Всегда и везде. Как неделимое целое. Становлюсь я, как хмельной. Когда кружусь с тобой. Мистер Вселенная. Ах, мистер Вселенная. Мистер Вселенная. О, барсук! Воскликнул крыс. Пусти нас погреться. Это же я, крыс, и мой дружок Крот. И мы заблудились в этом снегу. Вот тут изображено, как они потерялись в пурге. Страсть-то какая. Ах, это ты, добрый крыс. Воскликнул барсук уже совсем другим голосом. А ну живо, ввези нас на кубу! Синтия! Синтия! Вечно она спит. Нес свечу в свои лапки. Вставайте все! Просыпайтесь! Кажется, какие-то неприятности в коридоре. Ага, у них автоматы. Надо посмотреть, что там и как. Гуден абонт. Что тут такое? Ну, капитан, понимаете, нам тут всем показалось, что у вас какие-то проблемы на мостике. Правда, господа? Проблемы на мостике, значит? На моем мостике! Ну, это было бы, что тот снег посреди лета, знаете ли. Проблемы на мостике? Чудо-христианина! Чу, слышу третью склянку. Мне пора вернуться к штурвалу. Предлагаю вам всем выпить по доброй кружке Грога. И баеньки. Увидимся утром. Добро пожаловать на борт. Сэр! Сэр! Позвольте представиться. Я судовой врач, Лоренс Фегол. Что тут, черт побери, такое происходит, доктор? В самом деле, сэр Херп. И что же у нас происходит? Наш славный корабль чем-то умудрился опечалить вас. Опечалить! Тут происходит какая-то чертовщина, и я требую объяснений. Объяснение? Тогда как насчет маленького тета-тета? Со мной. Вы бы рассказали мне про ваше раннее детство. Что? Избавьте меня от этих ваших психиатрических штучек. Если бы вы только могли дать мне какое-нибудь успокаивающее. Что? Отдаться во власть таблеток? Скрыть свои страхи в медикаментозном тумане? Вы верно шутите. Ну, хорошо, хотя бы доброго английского аспирина дайте. Вот, сэр, попробуйте это. Прямо-таки то, что доктор прописал. И что это? Каннабис, сэр Херп. Вернет вашу крышу на место. Крышу на место? Что? Это же чертов гашиш. С кем ты тут шутки шутить вздумала? Я видел, как ты пытался спрятать этот косяк. Так, дружище, твоя песенка спета. Ты арестован. Идем. Я вообще дошел спать. Синтия! Этот гадкий окурок еще чего доброго дыру в корабле прожжет. Этого мы допустить не можем. Не клоем образом, сынок. Жду не должно знать, что там дальше в той книжке. Сейчас узнаем. Прошу сюда, леди и джентльмены. Это, как вы видите, бассейн. Погода снаружи сегодня просто ужасная. Два фотовидимости. Чертовский холод. Да к тому же туман. А тут просто божественно, верно? От этого солнца прямо-таки жить хочется. Какая прелесть. Доброе утро. И вам доброе утро. Как поживаете? Давайте заглянем в океанский бар на оперативчик. Свободу Вьетнаму. Сайгон в огне. Раз, два, три и так далее. Вышел зайчик погулять. Внимание, внимание. Сегодня у нас в кинотеатре совершенно особый фильм. Люди в белом. Душераздирающая история любви и самопожертвования. Начало показа через пять минут. На палубе Бея. Люди в белом. Просто-таки классика. Я прав, сынок? Как всегда, пап. Ну тогда идем же. Такое нельзя пропускать. Что ж, сестра. Перед вами радикальный ответ. А Америки на расовый вопрос. Первая в истории межрасовая пересадка головы. Жаль только, черт, ничего не вышло. Ну да ничего. Там, откуда он родом, таких навалом. Да. Ваш чай, миледи. А, поставьте на стол. Да, миледи. Спасибо, на этом все. Не совсем, миледи. Больше ставок нет. Ставки больше не принимаются. 24 черные. Отлично. Он забрал мои фишки? Да неужели? Я все видел своими глазами. Вы видели? Да, взял и положил в карман. Ну все, пройдемте, сэр. Он прикарманил мои деньги. Могу отрекомендовать вам это чудное божале. Хотя я же капитан. Мне вроде как и не положено. Но ничего, всего один глоточек. Не хочешь купить выпить даме, большой мальчик? Благодарю. Я весь вечер смотрю на вас, мистер. Как же хорошо, Гай. Божественно, божественно. Я влюбилась в мальчишку. Знаю, что глупо. Влюбляться в мальчиков, как этот, Который еще ничего не знает о жизни. Ах, я снова влюбилась в мальчишку. Когда я вижу его на экране, Мое сердце тает. С каждой новой сценой. Но как же убежать От этой жгучей любви к мальчишке? Видит Бог, я повидала многое. И мне бы просто пройти мимо. И стыдно самой. Что веду себя, как школьница, Влюбившаяся в первый раз. Что у меня болит и меня меня не изменяет. Но я не могу. Потому что я милый. 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 О нет. О да. Слушайте все. И не говорите, что вы не слышали. Что слышите? Так, спокойненько. Надеваем спасательные жилетики, Проходим свои каютки и ждем указаний. Сдается мне, пап, этот корабль вот-вот пойдет ко дну. Со всем должным уважением напоминаем пассажирам, Что ваши каюты не предназначены. Повторяю, не предназначены для всяких там безобразий. Благодарю за внимание. Просьба не паниковать. Нет никаких причин для... Кажется, началась драка за спасательные шлюпки. Думаю, внутри будет безопаснее. Всем пройти на палубу Б. Повторяю, всем немедленно пройти на палубу С. Судно переворачивается. Что происходит, Янгман? Тонем тетушка и идем ко дну. К сожалению, чудо-христианин более совершенно непригоден для дальнейшего плавания. Повторяю, чудо-христианин более непригоден. И опять проблемы на мостике. Что происходит? Что творится? От чего же все кружится и несется кувырком? Не, ребятки, серьезно, что творится-то? Эй, как нам выбраться отсюда? Там машинное отделение, если мне память не изменяет. Благодарю вас, благодарю. И раз. И два. И раз. И два. И раз. С момента моего восшествия на трон повелительницы Кнута, я еще не видела таких молокольных рабынь. Боже мой, что тут происходит? Джакиш! Кто эти чужеземцы? Кто они? Эти-то? Эти со мной. Вон! Вон! Скажи это! Сделай это еще разок! Вон! Вон! Вон с моей галеры! Уже сколько! Уж я-то знаю, как навести порядок на корабле. Погинуть корабль! Что показывают? Просто в голове не укладывается. Сколько будет насилия? Поверить не могу, Гай. Что? Ты про этот развлекательный фильм? Понимаю, Агнес. Но что касается фильмов для семейного просмотра, старый добрый Голливуд еще способен показать свой порох в пороховницах. Говорит новый капитан. Как же я рад-то! Посмотрите в иллюминаторы! Слава Богу, мы в Нью-Йорке! Долой капитализм! Смотрите! Это же Тауэрский мост! Проклятый Тауэр-бридж! Господи Иисусе! Мы так никуда и не поплыли! Все 48 часов мы провели на чертовом складе! Скоро открытие! Скоро все будет готово! Еще не совсем готово! Но скоро будет! Скоро открытие! Приходите позже! Скоро-скоро! Уже совсем скоро! С минуты на минуту! Не проходите мимо аттракциона бесплатные деньги! Бесплатные деньги! Бесплатные деньги! Куда же вы спешите? Очень и очень скоро! И совершенно бесплатно! Отходы с бойни! Деньги за просто так! Всем приготовиться! Всем приготовиться! Сергей Грант! Грант, да! Значит, это ваш заказ? Посмотрим, посмотрим! Все верно, сынок? 100 галлонов крови! 200 галлонов мочи! 500 кубических футов навоза! Да, все верно! Куда сливать? А вон в тот чан! Фред, сливай 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 в тот чан! Бесплатные деньги здесь Что скажешь, пап? Просто превосходно! Несколько прямолинейное, на мой вкус, конечно, но их это, кажется, не смущает. Субтитры создавал DimaTorzok Ты абсолютно прав, сынок. Должны быть способы проще. Вот это он и есть. Что ж, тогда попробуем. Так, 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 что это у нас тут такое? Так, ну-ка, жильенька, встали, вы нарушаете правила парка. Да чертуйте правила. Спите сколько хотите. Приятных снов, джентльмены. Конец фильма. Фильм перевел секретный герой. Озвучил Макс Майстер. Сериалы всего мира на русском языке сначала только на сайте квадратмалевича.ру Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ